В селе Тарханы до сих пор проживают немало людей из рода Кокеля. Николай Пирожков, например, приходится художнику внучатам-племянникам. А фамилия другая, потому что ее просто перевели на русский язык. Кугель, Кокель, Пирожок. Один из предков ушел на службу в армию Кокелем и вернулся Пирожковым. Так решил родный писарь. Рисовать Николай Пирожков не научился, но в своем деле он бесспорно художник. Пишет картины жидким золотом. На пасеке в селе Тарханы начался медосбор. Пасека у Николая Пирожкова неподалеку от села, в лесу. В летний день дорога от дома до работы – одно удовольствие. Вот только на самой пасеке не прогуляешься. К встрече со здешними обитателями надо готовиться тщательно. Это самое большое в республике пчеловодческое хозяйство. Более 200 ульев. И в разгар медосбора работать приходится не покладая рук. Выписывать из города помощников. Это чисто липовый мёд. В наших краях очень много вековые липы, 100-летние липы. И вот они очень хорошо выделяют нектар. Это чисто мы сейчас будем качать липовый мёд. Николай Пирожков – пасечник в седьмом поколении. Признанный авторитет в масштабах всей России. Много лет занимается разведением пчел. И знает про них все. Белая печатка – это значит, между печаткой воском и мёдом остаётся маленький промежуток воздуха. Белую печатку печатают среднерусские пчела. А кавказские пчела – мокрые печатки. То есть между крышечкой и мёдом воздуха не оставляют. Среднерусская пчела отлично работает на липе. А пчелу мы привозили из республики Башкортостан, из государственного заповедника Шульганташ. Конечно, сам туда два раза ездил и привёз вот эту уникально хорошую, крепкую пчелу. Это сотовый мёд. О, красота! Как бы странно это ни звучало, знающие люди поймут – работа пчеловода не мёд. Одна рамка весит 5 килограммов. А за день нужно перебрать ни один, ни два уля. Только на распечатывание сотов уходит уйма времени. Хотя в последнее время появились специальные приспособления. Электрические ножи на аккумуляторных батареях. Есть электрические медогонки. Но и механические пока никто не отменял. Вот этот забрус – это удивительный продукт. Его надо жевать. Это специальный воск. Пчёлы печатают специальным воском, который лечит язву желудка, язву 12-перстной кишки. Кстати, мёд у пирожковых не только липовый. Для повышения качества и полезных свойств своей продукции Николай Петрович засевает специальные пчелиные пастбище. И если люцерный и доник лекарственный в наших краях хорошо известны, то фацелия рябинолисная, синяк и мордовник шаровидный на чувашских полях встретишь нечасто. Мы, например, про них вообще первый раз услышали. Но запах уже не забудем. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.